Впервые флаг Российской Федерации подняли над Донецким облсоветом 1 марта 2014-го. В этом же году цвета триколора возвысились над зданием полиции города Стаханов. Жители республик вспоминают этот момент с гордостью. Сегодня часть из них встречают праздник в Ульяновске. Областная столица с начала весны приняла больше тысячи переселенцев. Это праздник, который объединяет жителей как Луганской народной республики, так и Донецкой народной республики с жителями Российской Федерации. Мы очень гордимся, что Владимир Владимирович Путин подписал закон, признал наши республики. Государственный флаг, как и немеркнущее красное знамя победы, служит символом силы и доблести для молодежи. Студенты помнят историю своей страны, гордятся подвигом старших поколений. Сегодня отличная погода и, думаю, это замечательный день, чтобы собраться вместе с семьей, выйти погулять. По-моему, это очень важный праздник для страны и, в принципе, для Ульяновска. Немало важно вспоминать эти победные дни для нас. Это государственная символика, честь нашей истории, честь нас. Именно молодое поколение взяло на себя ответственность представить флаг Российской Федерации всем гостям праздника. Это студенты педагогического университета, активисты и общественники. Их воспитание – задача номер один. Западные страны пытаются изменить историю. Мы с нашими доблестными воинами защищаем и нашу государственность, и наших соседей в это нелёгкое время. Для некоторых сегодняшняя дата – двойной праздник. Ольга Фёдоровна спустя годы ожидания может гордо сказать «Я гражданин Российской Федерации». Это подтверждает паспорт страны. Его пенсионерка получила из рук главы Ульяновской области. Нам же призналась, еле сдерживая слёзы. Для неё это не просто бумажка, а символ свободы. Нам было очень трудно жить. Нас язык забрали. Наши понятия старались нас забрать. Нас заставляли верить в те, что Петлюра, что другие западные профашистские герои – наши герои. Это не так. Мы не могли с этим смириться. Сегодня у всех жителей Донецкой и Луганской народных республик появилась надежда. Надежда на достойное светлое будущее. Без войны, страданий и потерь. Губернатор Алексей Русских в своём поздравлении подчеркнул. Правительство области и страны сделает всё возможное, чтобы наши братские народы смогли дышать полной грудью. Мы с радостью узнаём государственный флаг России в знамёнах братских республик Донбасса, которые с нашей помощью обязательно отвоюют свою свободу и распорядятся собственной судьбой. Триколор – это флаг нашего огромного государства, нашей дороги Родины и любимой России. Пускай вечно он развивается по ветру и будет предметом гордости всех россиян. С 1 сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Как подчеркнул глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, такая практика станет элементом патриотического воспитания молодёжи.